Добрый день Давайте громче, громче, громче Тут уже даже подсказки не нужно Мы, я, Дарья Я, Александр Любим наш университет, поэтому продолжили свое образование в магистратуре МГИМО А вот Миша пока второкурсник Я бы сказал, что не пока, а уже второкурсник Хотя я отчетливо помню свой яркий welcome day Первый год промчался, ну, очень быстро, друзья И это несмотря на то, что в сутках у студентов МГИМО всего лишь 48 часов За которые они успевают учиться, заниматься спортом Участвовать в творческих коллективах и даже пробовать себя в качестве волонтеров И знаешь, Саш, и так далее, и до бесконечности И на самом деле хочется сказать, что жизнь МГИМО кипит И, безусловно, она яркая, она разнообразная, она непредсказуемая И мы даже не помним, ну, как это называется, слово такое странное Ты имеешь в виду скука? Скука, даже странно звучит, правда, друзья? Да, 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 громче, громче, ребята, ребята, просыпаемся, давайте В новом учебном году это слово навсегда забудут целых 4780 студентов бакалавриата и магистратуры МГИМО Давайте все вместе поаплодируем Именно на эту цифру увеличилась наша дружная МГИМО-семья в наступившем новом учебном году Символично, что и сам юбилейный для МГИМО-семьи год объявлен президентом России годом семьи И по этому поводу, да, 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 по этому поводу у нас даже будет сюрприз Но мы здесь сохраним интригу и пока что движемся дальше Друзья, ну, я хочу сказать, что что такое Welcome Day, понятно и без перевода Так МГИМО называется праздник посвящения студенты И этот день, 21 сентября 2024 года, обязательно заполнится вам, первокурсникам, на всю вашу жизнь Давайте все вместе Добро пожаловать на Welcome Day 2024! Дорогие друзья, наш пришел поприветствовать наш многоуважаемый ректор МГИМО Чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации Академик Российской Академии Наук Анатолий Васильевич Таркунов! Аплодисменты, друзья! Дорогие друзья, сегодня у всех у нас особый день Членами семьи МГИМО стали первокурсники Ребята, приехавшие из самых разных регионов нашего Отечества Из 63 зарубежных стран И вот я собираю, как обычно, отзывы, первые отзывы у преподавателей Относительно встреч с вами И в один голос слышу Хорошие, талантливые, способные, заинтересованные ребята И это очень радует, особенно это радует Поскольку вы поступили в особый для нашего университета год Год 80-летия Вы знаете, я вам скажу, что 80 лет, ну, вроде по средним меркам Это сейчас жизнь одного человека, ну, плюс-минус А наш университет за 80 лет прожил очень много жизней Через него прошли десятки-десятки тысяч наших соотечественников Наших друзей из зарубежных стран И мы очень гордимся каждым выпускником МГИМО, который до протяжения этих 80 лет учился в нашем университете И я думаю, что вы всегда будете помнить, что вы поступили в особый год В год 80-летия И когда вы будете приводить сюда своих детей на учебу Вы будете говорить, а я поступил, когда МГИМО отмечал 80 лет со дня своего рождения Но должен вам сказать, что, конечно, мы отмечаем этот праздник с достоинством, с удовлетворением И мы, конечно, не можем не порадоваться и с гордостью говорить о том Что три дня тому назад наш коллектив университета Коллектив университета, то есть, значит, и студентов Наградил орденом Александра Невского Должен вам сказать, что это первый орден, которым награждается коллектив высшего учебного заведения До этого такого рода прецедентов не было Но это свидетельствует об отношении к университету, к его оценке Со стороны нашего президента, руководства нашей страны И это, конечно, отражает те достижения, которые были достигнуты и профессорами, преподавателями И студентами, и выпускниками Я всегда с гордостью говорю, что мы сегодня можем причислять к нашим выпускникам Почти 500 послов, министров, президентов, замечательных журналистов, юристов, бизнесменов Ну, достаточно сказать, что в нынешнем российском правительстве Три выпускника МГИМО работают В общем, это довольно весомая цифра, имея в виду, что правительство у нас не очень большое Так что, в общем, мы с вами можем быть довольны тем, что мы работаем А вы должны быть счастливы, ну, в общем, впрочем, мы тоже счастливы, что мы в МГИМО МГИМО в семье Поэтому я вас, дорогие друзья, еще раз хочу поздравить с этим замечательным днем Официальным вступлением в семью МГИМО МГИМО в семью Сегодня вы еще по традиции дадите и клятву служить МГИМО И друг другу, конечно, и Отечеству, что очень важно Поздравляю вас, МГИМО, слава, а вам здоровья, успехов, счастья Анатолий Васильевич, благодарим вас, дорогие друзья Давайте еще раз громкими аплодисментами поблагодарим Анатолия Васильевича Итак, учебный год начался, расписание сформировано, итоги приемной кампании подведены Друзья, в этом году конкурс на бюджетные места в МГИМО составил 76 человек на место Это на 23 человека больше, чем в прошлом учебном году А прием в МГИМО осуществлялся на 34 образовательные программы бакалавриата 122 победителей и призеров Всероссийской Олимпиады школьников зачислены в МГИМО Это вы там, да, правильно? Зачислены в МГИМО без экзаменов, я бы тоже аплодировал, да Также, друзья, традиционно студентами нашего университета становятся победители Всероссийской Гуманитарной Олимпиады «Умники и умницы» Их в этом году 11 человек Давайте поддержим аплодисментами На первый курс на все уровни образования принят 491 иностранный абитуриент из, внимание, 67 стран мира Давайте поприветствуем гостей нашей страны, дорогие друзья Почти половина студентов – это жители разных городов, представляющие большинство субъектов Российской Федерации Нам будет интересно узнавать о жизни разных регионов, одновременно проникаясь в традициями Москвы и, конечно же, нашего университета Саш, и одна из таких традиций – это вынос флагам ГИМО на посвящении в студенты Сегодня эта торжественная миссия доверяется почетным знаменосцам – студентам ГИМО – Артему Вурикову, Михаилу Яшину, Юрию Тусуняну и Ивану Галкину Флаг внести! 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 Давайте поаплодируем, дорогие друзья. Это Welcome Day 2024. Итак, друзья, наступает время начинать движение к высоким результатам. Таким, например, который вот уже много лет демонстрирует сборное МГМО по Чирспорту Мидуэй. Спортсмены являются чемпионами международных соревнований и московских студенческих игр, двукратными обладателями Кубка Москвы по Чирспорту, двукратными вице-чемпионами Москвы и России среди студентов. Тренирует сборную мастер спорта, чемпионка России, бронзовый призер чемпионата Европы Олеся Доценко. Хотите так же? Присоединяйтесь к тренировкам. А сейчас громко-громко встречайте наших чирлидеров! Друзья, аплодисменты! 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 Субтитры добавил DimaTorzok 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 Друзья, вот мы с вами и познакомились Сегодня на стадионе МГИМО И первокурсники Института международных отношений И управления Вот они, друзья! Аплодисменты! И замыкает эту великолепную десятку Одинцовский кампус МГИМО! Одинцовы сегодня с нами И мы тоже вам очень-очень рады Ну что ж, друзья, перекличка прошла успешно Все готовы к самому главному Да, наступает торжественный момент Наступает время принесения клятвы первокурсника И мы приглашаем на сцену студентку первого курса МИЭП Татьяну Зайцеву И студента первого курса МИЭП Татьяну Зайцеву И студента первого курса МИЭП Михаила Сокола Ваши аплодисменты! Мы, первокурсники, счастливы и горды тем Что вливаемся в дружную семью студентов МГИМО Ведущего вуза Российской Федерации Быть достойными продолжателями славных традиций российской дипломатии Клянемся! Клянемся! Служить на благо своего государства! Клянемся! Клянемся! Быть верными студенческой дружбе Высоко нести звание студентов МГИМО! Клянемся! Клянемся! Стать высококвалифицированными специалистами международного уровня Достойными представителями своих стран! Клянемся! 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 Направлять все свои силы и знания на благородное дело процветания Отечества! Клянемся! 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 Благодарим вас, друзья, и поздравляем всех первокурсников МГИМО! С сегодняшнего дня вы студенты лучшего вуза нашей страны! И вместе с нами вас сейчас поздравляет хореографическая студия МГИМО под руководством Александры Артемовой! Флэшмоб под песню, которую в 2009 году написала активная участница студсоюза, студентком его Ксения Воеводина! Песне уже 15 лет, но она не перестает быть хитом, вдохновляя наших прекрасных танцоров! Давайте их все вместе поприветствуем! Громко-громко! Друзья, аплодисменты! Ну что, привет! Теперь студент! Не сомневайся, мой друг, лучше вуза нет! И до мечты остался шаг! Ты уже с нами, и мир весь в твоих руках! Если мы вместе, никто не круче! Вместе мы заодно! Ты экономисты, юристы или бизнесмен? Ты любишь Боин СВ или Эл Кафе? Ты учишь финский, арабский? Да все равно важно одно! Мама, я учусь! Ты из Амары, находки и володы! Мы целый мир, мы студенты большой страны! Калуга, Питер, Саратов, да все равно важно одно! Мама, я учусь в ГИМО! Мама, я теперь ГИМО! Да-да-давай! Теперь дерзай! Быстрее, выше, смелей! Все в твоих руках! И если жизнь — это кино! Ты правишь бал, ты теперь ее режиссер! Если мы вместе, никто не круче! Вместе мы заодно! Ты дипломат, журналист или бизнесмен? Ты любишь Боин СВ или Эл Кафе? Ты учишь польский, турецкий? Да все равно важно одно! Мама, я учусь в ГИМО! Ты из Амары, находки и володы! Мы целый мир, мы студенты большой страны! Калуга, Питер, Саратов, да все равно важно одно! Мама, я учусь в ГИМО! Мама, я теперь в ГИМО! Ещё шесть лет, десять сессий и сотни пар Мы разбежимся по разным с тобой краям Но в Сингапуре, Нью-Йорке и Токио Помни одно! Ты дипломат, журналист или бизнесмен? Ты любишь Боин СВ или Эл Кафе? Ты учишь польский, турецкий? Да все равно важно одно! Мама, я учусь в ГИМО! Ты из Амары, находки и володы! Мы целый мир, мы студенты большой страны! Калуга, Питер, Саратов, да все равно важно! Ваши аплодисменты, дорогие друзья! Громко-громко! А теперь, дорогие друзья, внимание на экран! В год 80-летия главного дипломатического вуза страны первокурсники 2024 уверенно открывают новую главу своего личностного и профессионального развития и лишь утверждаются в мысли о том, что сделали самый лучший и правильный выбор в своей жизни Сегодня вместе с талантливыми первокурсниками университета мы узнаем о том, почему МГИМО – это выбор судьбы, а также выясним, какую роль играет вуз в жизни наших наставников, деканов факультетов и директоров различных институтов Альма-Матер Здравствуйте, Андрей Андреевич! Здравствуйте! Расскажите, что отличает студентов вашего факультета, в чем состоит их особенность? Я думаю, что наши ребята умеют хранить традиции, знают историю своей семьи, знают историю нашей страны, и они стремятся стать действующими лицами этой истории Я выбрал для себя факультет международных отношений, так как уверен, что именно он является самой прямой дорогой в мир дипломатической службы Я поступила на одну из программ МГИМО и МГИМО, потому что МГИМО является лидирующим вузом по подготовке специалистов международного уровня Уникальная особенность студентов Международного института аналитической политики и дипломатии это стремление получить именно практикоориентированную подготовку, которую дает наш институт благодаря стратегическому партнерству с крупнейшими компаниями МИЕ предоставляет возможности быть всегда в курсе самых значимых и глобальных вопросов энергетики позволяет изучать актуальные и волнующие проблемы нашего общества Студенты изучают такое предметное поле, как экономика, это сразу несколько профессий Они должны разбираться в коммерции, они должны понимать в финансах, они в банковском деле, в транспорте в торговле, быть бухгалтерами и многими другими навыками обладать Специалисты в области экономики являются одними из самых постребованных на современном рынке Во-вторых, немалую роль играет престижность профессии, а возможность карьерного роста и непрерывного развития являются хорошим стимулом для работы над собой Георгий, расскажи, почему именно Международно-правовой факультет МГИМО? Я выбрал это направление, потому что мне было бы интересно изучить то, как международное право объединяет правовые системы различных государств мира Та подготовка, которая предлагается на факультете, она как раз способствует формированию достаточно широкого юридического, не только юридического кругозора Все-таки те, кто поступает на МЖ, ну, во всяком случае, многие из тех, кто поступает к нам, проходят творческий конкурс Так что наши студенты дружат с творчеством, наверное, поэтому у нас самый улыбающийся факультет На мой взгляд, обучение на факультете журналистики МГИМО подразумевает получение фундаментальной гуманитарной базы фундаментального гуманитарного образования, углубленное изучение разных иностранных языков а также, конечно же, творческий, креативный подход абсолютно ко всему Студенты факультета международного бизнеса, они внимательны, у них развито воображение, они умеют интегрироваться В этом залог нашей силы ГИМО Фэмили При выборе направления международный бизнес мне очень помогли мои брат и сестра Брат в этом году закончил бакалавриат, а сестра сейчас на втором курсе Я увидела, как они гордятся тем, что учатся здесь и как наслаждаются каждым днем, поэтому выбор для меня был очевиден Привет! Расскажи, почему именно факультет управления и политики МГИМО? В старших классах я ни на секунду не сомневался, что моя будущая профессия будет связана с управлением и политикой Учась на КУПе, я надеюсь, перенять опыт и знания выдающихся политических деятелей, которые преподают на родном факультете Студенты факультета управления и политики – это ребята, которые осознанно избрали для себя путь служения своему отечеству и своей родине Для них их личный успех неразрывно связан с успехом государства Студенты МТУ – само название говорит о себе – это международная торговля и устойчивое развитие Естественно, мы готовим торговых дипломатов, тех людей, которые могут поехать в любую страну мира и организовать там точку, которая позволит нашим торговцам, нашим промышленникам активно торговать на внешних рынках Это традиционно высокий уровень требований к иностранным языкам Я убеждена, что за этим будущее и как человек, который в прошлом сочетал и профессиональный спорт, и учебу, многопредметность – это будущее МГИМО – это прекраснейшая из всех земных династий МГИМО – это альма-матер для лидеров будущего Это несравненный бастион студенческой дружбы МГИМО – это флагман отечественной системы высшего образования МГИМО – это лучший университет мира МГИМО – это фирма, которая готовит уникальных, прекрасных специалистов МГИМО – это уверенность МГИМО – это сила МГИМО – это ориентир на будущее МГИМО – это друзья МГИМО – это победа МГИМО – это лучший университет России и мира МГИМО – это будущее МГИМО – это теплый, гостеприимный дом МГИМО – это друзья на сюжет Это уникальный и неповторимый мир Это лучший университет России и мира Нигимо — это выбор судьбы. Ну что, мы увидели и услышали наших уважаемых деканов и первокурсников. А сейчас, друзья, нам предстоит услышать и увидеть тот самый сюрприз, которым мы заинтересовали вас в самом начале. В юбилейный для университета ГОТ было проведено исследование, которое показало, что студенческая молодость — это не только пора романтических свиданий, но и, друзья, вполне себе с серьезных отношений. Сейчас в МГИМО учится 41 студенческая семья, и 10 из них сегодня присутствуют на нашем празднике. Друзья, и сегодня впервые в честь юбилея нашего вуза, в честь Года Семьи, мы представляем вам парад студенческих семей. Вот где наша настоящая МГИМО-фэмили. Маэстро, марш! Друзья, это потрясающая зрелища! Давайте поддержим! МГИМО-фэмилия нашего вуза! Давайте еще раз бурные аплодисменты, дорогие друзья! Ну а разделить сейчас ваш и наш восторг мы приглашаем на сцену председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, материнства и детства Нину Александровну Астанину. Нина Александровна, вам слово. Уважаемый Анатолий Васильевич, дорогие студенты, уважаемые преподаватели, я, честно говоря, с чувством зависти слушала аплодисменты и возгласы в ваш адрес и поняла, почему Анатолий Васильевич сказал, что в правительстве мал выпускников ГИВО еще, наверное, меньше их среди депутатов, потому что, когда вы окончите свой вуз и пойдете работать в органы власти, я понимаю, что таких аплодисментов вы получите крайне мало. Поэтому, уважаемые преподаватели, радуйтесь, что вас любят ваши студенты, наверное, потому что вы любите своих студентов. Ну а у меня такая высокая миссия сейчас выполнить прямое предназначение, которое исходит из предмета, возглавляя мной комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, поздравить не только большую семью студентов и преподавателям ГИВО, но и еще вновь созданные студенческие семьи, поздравить те самые 10 семей, которые сегодня навсегда запомнят, наверное, вот это вот торжество, которое в их честь устроено. Вы пополните, наверное, большую армию 5-миллионной, 5 миллионов 300 тысяч молодых семей насчитывается сегодня у нас в стране. Мы надеемся, что этих семей можно и должно создать гораздо больше, при этом понимаем, какая ответственность сейчас на нас, на представителях власти. Наш комитет очень предметно работает сейчас над законопроектом о государственной поддержке студенческой семьи, и я уверена, что он появится у нас уже к окончанию зимней или началу весенней сессии, но хочу одновременно поблагодарить вас за то, что здесь, в ГИВО, 41 студенческая семья. При этом, как я понимаю, 19 семей – это там, где и оба супруга являются все-таки студентами ГИВО, что еще более примечательно. Но, зная о том, что за счет собственных средств, Анатолий Васильевич вместе с коллективом преподавателей ГИВО оказывает поддержку студенческим семьям в случае рождения ребенка, в случае ухода в декретный отпуск. Я думаю, что мы будем это только приветствовать. Спасибо вам, потому что нам очень хочется протранслировать это на всю страну, потому что мы не можем никогда выйти из демографического коллапса, если мы не поддержим сегодня и сейчас студенческую семью. Пусть вас не пугают экзотические высказывания отдельных представителей власти, что, невзирая ни на какие материальные трудности, вы просто обязаны сейчас вступить в брак, родить детей. Нет, конечно, вначале мы должны создать для вас условия. Так я понимаю сейчас задачу нас, депутатов и органов власти. Я знаю, что есть одна маленькая просьба у меня и, может быть, у тех, кто сегодня стоит перед этой сценой, к Анатолию Васильевичу с тем, чтобы третий корпус вашего общежития все-таки вместил в себя, в том числе и нуждающихся в жилье студенческие семьи. Анатолий Васильевич, если вы это выполните, будет замечательно. Понимая, ну вот видите, мы же услышали, да. Понимая, что год сейчас особенный, правильно, год 80-летия, с одной стороны, вашего вуза, с другой стороны, понимание того, что сам-то вуз создавался из тех людей, кто имел на это право. Пусть они не блистали особо интеллектом и знаниями, но это были те люди, которые понимали, что после победы в Великой Отечественной нам нужно будет возрождать свою страну и сделать то, чтобы у никого не было соблазна еще раз развязать новую войну. К великому сожалению, события развиваются так, что мы с вами не просто свидетели, но и прямые участники того, что кто-то стремится взять реванш. Вот вы получили большую награду. В моей памяти это первый и единственный пока вуз, кто награжден орденом Александра Невского. Вы знаете, это как в отряде космонавтов. Много было космонавтов. Наверное, будут еще вузы, награжденные этим орденом. А Гагарин был первый. Так и вы, ГИМО, останетесь в истории первым вузом, который получил высокую правительственную награду орден Александра Невского. Ну и я, наверное, всем памятные эти слова. Про меч помните, кто с мечом придет? Вот мне очень хочется, чтобы ответным мечом был меч дипломатии. Поэтому вся надежда на вас. С праздником! Спасибо. Нина Александровна, большое вам спасибо. У нас к вам будет одна небольшая просьба. Одна небольшая просьба, если позволите. Есть такая традиция. Невеста бросает букет своим гостям. Ну и дальше кому повезет, как говорится. Не могли бы вы, пожалуйста, дать команду в микрофон нашим прекрасным невестам сказать 3-4 «бросайте». Девушкам в первый ряд. Девушки в первый ряд. Нет, я имею в виду и там парни. Лучше развернуться, я думаю. Итак, 3-4. Благодарим вас. Большое спасибо. Спасибо, Нина Александровна. Студенческим семьям сегодня вручаются благодарности за содействие в укреплении престижа и роли семьи в студенческой среде, а также за сохранение принципов любви и верности. Благодарственное письмо от председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, материнства и детства Нины Александровны Останины за содействие в укреплении престижа и роли семьи в студенческой среде, а также за сохранение принципов любви и верности вручаются. Семье СДОР! Семье Звучковых! Семье Постолатиных! Семье Давиденко! Семье Наливанко! Семье Шпак! Семье Жучковых! И Семье СДОР! Большое спасибо вам, Нина Александровна! Дорогие друзья, еще раз ваши громкие-громкие аплодисменты! Аплодисменты! Давайте громче-громче проводим нашу семью аплодисментами! Дорогие друзья, в рамках нашего праздника сейчас пройдет традиционная атлетическая эстафета «Студзабег», посвященная 80-летию МГИМОН. Она организована студенческим спортивным клубом МГИМОН, кафедрой физического воспитания и безопасности жизнедеятельности совместно с Российским студенческим спортивным союзом, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Ассоциацией СЛЛА, АССК России и ВФЛА. Отметим, что квалификационный этап состоялся сегодня утром, а в финальном этапе сразятся факультеты международного права, факультет управления и политики, факультет международных отношений и Международный институт энергетической политики и дипломатии МГИМОН! Соревнования пройдут в формате смешанной эстафеты на дистанции 4 по 100 метров. Команды, которые займут первые и третьи места, наградятся медалями и грамотами. А старт в беговой эстафете студентам разных факультетов даст преподаватель кафедры физического воспитания и безопасности жизнедеятельности МГИМОН. Давайте громко-громко поаплодируем! Друзья, спортсмены готовы, их и зрители поприветствуют выпускник МГИМОН, Александр Князев, который исполнит песню «Герои спорта». Друзья, бурные аплодисменты, пожалуйста! Будет небесам жарко Сложат о героях песни В сорте надо жить ярко Надо побеждать честно Замерли вокруг люди Светятся экраны теле Верьте, что рекорд будет Стайте, мы близки к цели Мы верим твердо в героев спорта Нам победа, как воздух, нужна Мы хотим всем рекордам Наши звонкие дать имена Дерзкий путь наверх сложен Лидерам сегодня трудно Знаем, победить сможем Если совершим чудо Судьи будут к нам строги Но в конце концов, поверьте Скажут нам, что мы боги Скажут молодцы черти Мы верим твердо в героев спорта Нам победа, как воздух, нужна Мы хотим всем рекордам Наши звонкие дать имена Мы хотим всем рекордам Наши звонкие дать имена Шестую налим гордо Солнечный стремись на граде Ради красоты спорта Родины своей ради Надо побеждать честно Надо жить на свете ярко Скажут для вас песни Будет небеса жарко Мы хотим всем рекордам Наши звонкие дать имена Браво, Александр, дорогие друзья Ваши бурные аплодисменты Итак, победителем забега Посвященного юбилею Нашего любимого университета Становится Международный институт Энергетической политики И дипломатии МГИМО Аплодисменты, друзья! Ректор МГИМО Анатолий Васильевич Туркунов Награждает победителей Почетным кубком Громче, громче, дорогие друзья Аплодисменты! Поздравляем вас, ребята! Давайте, группа поддержки МИЭФ Еще, еще громче! Громче, громче, громче! Поздравляем вас, ребята! Беговая эстафета по традиции Открыла спартакиаду МГИМО Которая продолжается весь учебный год В этом спортивном состязании В прошлом году приняли участие более 700 студентов Из кампусов Вернадского и Одинцова Весь год мы внимательно следили за результатами наших спортсменов В 14 видах спорта Благодаря ярким выступлениям в соревнованиях по различным видам спорта Был выявлен победитель Подожди, подожди, надо интригу, интригу Давайте, давайте, конечно Им стал Им становится Международный институт энергетической политики и дипломатии Команда МЕП набрала 101 балл Памятный переходящий кубок победителей спартакиады Директору МЕП Валерию Ивановичу Салыгину вручают наш ректор Анатолий Васильевич Таркунов Дорогие друзья, еще громче ваши бурные-бурные аплодисменты Дорогие друзья Ну а прежде чем подойти к завершению нашей сегодняшней церемонии И исполнить гимн ГИМО Мы бы хотели сказать о том Что наш университет активно поддерживает и помогает сегодня нашим братьям В зоне специальной военной операции Мы посещаем военные госпитали Оказываем гуманитарную помощь И снимаем различные документальные фильмы Которые воспитывают правильное понимание истории и текущих событий у нашего поколения И сегодня у вас есть шанс пройти мастер-класс по плетению маскировочных сетей Которые потом отправятся в зону специальной военной операции Вместе мы сила Победа будет за нами Дорогие друзья, ни один праздник в нашем университете не обходится без гимном ГИМО Его слова написаны выпускником нашего университета Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Викторовичем Лавровым Друзья, гимн исполняют ансамбль ВЕП ГИМО Энергия Ансамбль Кампуса Одинцова Солисты вокального ансамбля МГИМО Войсес Хореографическая студия МГИМО И сборная команда чирлидеров МГИМО Друзья, аплодисменты! Ваши аплодисменты! Встречаем, ребят! Встречаем, ребят! Мы родились по тенью великого МГИМО Прекраснейшие всех земных династий Здесь столько поколений навеки смретено Дай Бог ему бессмертия и счастья Он нам открыл дорогу к заморским берегам И он нас научил любить отчизну И гордость, как и стыд, делись с ней пополам Делись с ней все, что выпадает в жизни Это наш институт, это наше клеймо И другого вовеки не нужно Оставайся всегда несравненным ГИМО Бастионом студенческой дружбы Впервые здесь у нас пробились голоса Впервые здесь задумались о главном Менял ГИМО названия, менял и адреса Но не менял своих традиций славных Учиться танцов, дружить как до конца Не падать дети упрямо в цели Рассыпаны по миру горячие сердца Надежные в теле и беседе Это наш институт, это наше клеймо И другого вовеки не нужно Оставайся всегда несравненным ГИМО Бастионом студенческой дружбы Он как помог себя на прочность испытать И славой, и бедою, и богатством Он научил нас, как от жизни не устать И сохранить студенческое братство Куда бы нас ни бросило по миру Мы всегда в любой стране и на любых маршрутах Уверены нам светит путеводная свиста Над словами родного института Это наш институт, это наше клеймо И другого вовеки не нужно Оставайся всегда несравненным ГИМО Бастионом студенческой дружбы Это ваш институт, это ваше клеймо И другого вовеки не нужно Оставайся всегда несравненным ГИМО Бастионом студенческой дружбы Дорогие друзья, Welcome Day 2024 состоялся! Мы благодарим руководство нашего университета Ректором ГИМО Анатолия Васильевича Таркунова Проректоров, деканов, директоров институтов За участие в нашем сегодняшнем празднике Друзья, ну а теперь только вперед! Подарок всем первокурсникам и гостям музыкальная программа Welcome Day 2024 Для вас сегодня выступит студенческий ансамбль Life Music Club И друзья, звезда русской медиагруппы Состоятся спортивные соревнования по 10 видам спорта Кроме того, в шатрах, которые находятся на стадионе Будут представлены студенческие организации МГИМО А их у нас огромное множество А также, друзья, впервые в МГИМО Выставка Квест России МГИМО Гостеприимно распахнет двери на площадке МГИМО Перед стадионом Будьте с нами, дорогие друзья! Праздник продолжается! Субтитры создавал DimaTorzok